приветствую вас друзья с вами вновь роман душкин это видео шпаргалки мы продолжаем погружение в сквозные технологии цифровой экономики у нас искусственный интеллект мы практически уже закончили с логическим подходом но без погружения в серьезную математику нам будет очень сложно продолжать дальше поэтому я уж прошу прощения но придется покрутить свои шестеренки в голове и немножко под напрячься давайте изучать новую тему она такая на стыке логического подхода и символьного подхода к которому мы будем переходить и тема нашего сегодняшнего занятия это 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 сейчас я посмотрю это формальные системы тема формальная система вуаля надо мне поменять цвет текста который мы пишем ну что что такое формальная система формальная система в математике это картеж который состоит из четырех элемент первый элемент это алфавит назовем его традиционно в множество символов второе это множество называется множество правильно построенных формул это множество а множество аксиом и множество р множество правил вывода и так множество р множество правил вывода множество а множество а это множество аксиом аксиом множество р это множество правильно построенных формул ппф хорошая аббревиатура запомнить ее она часто встречается формальными тмати и это множество символов символы могут быть любые у них нету смысла вот это самая главная фишка формальных систем что никакому символу не придается какого-либо смысла привязанного к тому что мы видим вокруг себя в нашем реальном мире это какие-то произвольные символы и поэтому формальные системы являются основой символьного подхода в искусственном интеллекте и это именно такая синтаксическая манипуляция символов символами для достижения какого-то результата для решения задач это очень крутая концепция в математике она лежит в основании математики не побоюсь этого слова поэтому я вас очень прошу изучить концепцию формальной системы как таковой но я вам это помогу сделать в это видео шпаргалки и следующих это символы могут быть любые и у нас как бы множество в это алфавит собственно вот такое множество со звездочкой это множество обозначает все множество строк составленных из символов алфавита это множество выражений которые составляют фундамент формальной системы то есть например вот если мы рассматриваем арифметику там есть какие символы вот множество в это символы 0 129 цифр знаки арифметически плюс-минус делить умножить это множество других сим вот это множество всегда конечно множество в алфавит всегда конечно вот какие могут быть выражения в арифметике например 0 плюс 1 равно 1 это выражение может быть вот такое выражение 0 1 плюс равно меньше это тоже выражение и она бессмысл но формальных системах смысл не рассматривать смысл потом мы придаем выражение при помощи интерпретации могут быть такие вот выражения это все выражение то есть любая последовательность символов входящих в алфавит является выражение соответственно мы имеем множество f множество f это и есть множество правильно построенных форм она может быть конечное или бесконечное например в арифметике это множество бесконечное множество правильно построена форму например 1 плюс 1 равно 2 1 плюс 1 равно 3 это тоже правильно построенной форму хотя она ложь например 1 меньше 2 1 больше 2 это тоже правильно построенная форму хотя она тоже ложь и так далее то есть у нас есть должна для формальной системы быть эффективная процедура распознавания правильно построенных форм отлично множество а это множество аксиом она тоже может быть конечное или бесконечное что такое аксиом аксиома аксиома это правильно построенная формула истинность который постулируется то есть мы говорим что некоторые правильно построенные формулы истинны и они истинны просто сами по себе поэтому они входят в множество а множество аксиом и называется аксиомы мы не задаемся вопросом почему они они просто истинны мы вот так вот строим формальную систему они истинны по построению соответственно если у нас бесконечное количество аксиом то мы используем так называемые схемы аксиом тем аксиом которых конечное множество и из каждой схемы можно породить конечное или бесконечное множество аксиом порождаемых этой схемой соответственно есть эффективная процедура порождения аксиомы и схем и наконец у нас есть вот это множество р правило вывода ну я вас уже немножко прокачал если вы смотрели предыдущие видео шпаргалки вас уже прокачал на тему того что такое правило вывода и какими они бывают помните правила вывода modus ponens и modus tollens это правило вывода из формальной системы который называется а исчисление высказывает или формальная логика и вот формальная система как математическая структура вот этот она расширяет наши возможности по использованию вот этого аппарата и вводит просто произвольные правила вывода произвольные правила вывода которые могут быть любыми которые мы каким и захотим такие правила вывода фактически представляет собой некое одно правило вывода отношение между формулы f1 правило вывода f2 вот это правило вывода это отношение показывает что из формулы f1 можно вывести формулу f2 и вот эти правила вывода можно задавать либо опять же при помощи такого перечисления то есть какие формулы с каких они выводятся как именно пара по пара отношения либо при помощи процедуры вывода собственно вот так устроена формальная система и заключение нашего вот этого сегодняшний тип это обычный видеошпаргалки я хочу вам рассказать про 44 важных свойства формальных систем у самого грамотного преподавателя каждое место на доске должно быть исчерком первое важное свойство это непротиворечивость формальная система называется противоречивый если абсолютно все формулы в ней являются истинными вот такое немножко контр интуитивное определение но она именно такое представьте себе что есть некая формула f формула вот это правильно построена форму f и возьмем и она истинна наши формально системы и возьмем формула формулу не f и она тоже истина по определению противоречивости то есть противоречивая формальная система в ней все правильно построены формулы истины а формула которая утверждает какой-то какой-то факт формальной системы и формула которая отрицает этот факт одновременно истинными быть не может в силу закона исключенного третьего, логического закона. Впрочем, некоторые формальные системы этот закон отрицают, вот они являются противоречивыми. Но мы не будем их изучать или посмотрим когда-нибудь в конце наших занятий. То есть важно иметь непротиворечивые формальные системы, это очень важно. А это значит, что в них должны быть формулы, которые истинны и формулы, которые не истинны. Следующее свойство это полнота. Полнота обозначает, что мы можем из множества аксиом при помощи правил вывода вывести любую правильно построенную форму. Мы возьмем любую правильно построенную формулу и выведем ее из аксиома, то есть докажем. Это называется доказательство, формальное доказательство. Собственно, многие формальные системы обладают свойством полноты, в частности, исчисления высказаний, которым мы посвятили огромное количество видеошпаргалок. Это один из типов исчисления высказаний, это бульвал. Она полна. Но Курт Гёдель доказал свои знаменитые теоремы о неполноте, которую мы еще изучим детально. И там сказано, что достаточно сложные формальные системы не полны. Ну, там немножко не так формулируются, но, в общем, они либо противоречивы, либо неполны. То есть в них можно доказать либо одновременную истинность некоторого высказывания и его отрицания, тогда они противоречивы, либо в этой формальной системе существует некоторая формула, которую невозможно вывести средствами этой формальной системы. Но к теорему Геоделя мы еще вернулись. В частности, арифметика, которую мы немножко рассмотрели, является неполной формальной системой. Это стало очень серьезным ударом для математики. Третье свойство – это независимость аксиома. Независимость аксиома обозначает, что любые две аксиомы, которые входят в множество А, не выводимы друг из друга. Если в множестве А существует некоторая аксиома, которая выводима из других, то такая аксиома является избыточной, ее можно исключить из множества А. И, в общем-то, формальная система ничего не потеряет. И четвертое свойство – это разрешимость. Формальная система называется разрешимой. Если для любой правильно построенной формулы из множества Ф существует эффективная процедура… В ней даже не так. Она… Формальная система называется разрешимой. Если для любого выражения… А выражение, как мы помним, это произвольная последовательность стимула полповита… Для любого выражения существует эффективная процедура понимания того, является ли это выражение правильно построенной формулой. Вот. Не все формальные системы являются разрешимыми. Так, сейчас прошу прощения, я все-таки должен уточнить это. А то говорю вам какую-то ерунду, наверняка. Так. Разрешимость. Что же такое разрешимость? Да. Разрешимость обозначает, что все-таки для любой формулы можно эффективно определить, является ли она теоремой или нет. Вот. Не для выражения, а все-таки для любой формулы можно определить, является ли она теоремой или нет. Это теорема. Теорема. Вот здесь напишу. Теорема – это правильно построенная формула, которая за конечное число шагов выводится. Что такое? Выводится из аксиом. Ну, при помощи правил вывода. Естественно. Итак. На этом все. Я рассказал вам про то, что такое формальная система. И это очень важная концепция для символьного искусственного интеллекта. Поэтому мы в следующие видео шпаргалки будем очень детально погружаться в понятие формальных систем. И, как вы понимаете, поскольку логика является формальной системой, логический подход является таким узким подмножеством символьного подхода в искусственном интеллекте, но он очень мощный для решения конкретных задач. Некоторые задачи я вам говорил в прошлые разы. Итак, на этом все. Надеюсь, было понятно. Я постарался рассказать вам простейшим языком одну из самых сложных концепций оснований математики. Надеюсь, вы прокачали свои мозги сейчас. И поэтому оставайтесь на связи. С вами был Роман Душкин. До новых встреч и пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова